Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в директорка следующая. Вялая стопа. Либо стопа не слушается человека. Вот мы хотим встать на стопу, а чувствуем она какая-то вялая, неуклюжая, что-то в ней не болит, а такое состояние какое-то, ну, не хочет она идти. Вот так можно сказать. Либо человек очень часто жалуется на стопу, либо она очень часто болит, очень часто провоцирует человека, а человек не замечает, не замечает, не замечает, до тех пор, пока болезнь не владела полностью стопой, и потом уже начинает командовать человеком. Как командовать? А вот так вот. Не хочет работать стопа. Выполняет свою функцию. И человек таскает ее за собой. То через точку В-58, Фэй-Янь, вы можете активизировать все функции, связанные с вялостью стопы. Какие-то функции? Ну, прежде всего, мышечный тонус стопы. Вот упал мышечный тонус стопы, и человек как бы даже становится на стопу, но как таковую не чувствует. Можно работать с данной точкой? Можно активизировать данные функции? У человека очень часто не переломы, а ушибы, травмы стопы были. Вследствие чего человек уже не обращает на эти переломы и ушибы стопы. Просто это для него становится как обычно. То через точку В-58, Фэй-Янь, мы можем что, улучшить, скажем так, иммунитет стопы. Из тех костей, с которых также входит в стопу. Вот так вот просто. Да, вот так просто. Почему? Потому что меридиан мочевого пузыря проходит по стопе. Контролирует ее. И точка В-58 в Фэй-Янь является основной точкой, которая может что-то повлиять на жизнедеятельность, жизнеактивность стопы. Только как нужно завести эту стопу? Воздействовать на данную точку. Здесь, конечно, лучше ее активизировать, но, как всегда, не переусердствовать. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.